Субтитры сделал DimaTorzok Угроза нанесения ракетных ударов по Украине остается чрезвычайно высокая. Российская Федерация вчера на боевое дежурство в акватории Черного и Азовских морей вывела 4 корабля-ракетоносителя и одну подводную лодку. Так что общее количество крылатых ракет «Калибр» у них на борту может доходить до 28 штук. Также по информации, которая поступает в данный момент, в Мурманской области на аэродроме Оленье стратегические модировщики Ту-95МС заряжаются ракетами Х-101 и Х-555 для нанесения ракетных ударов. Сегодня, 10 июня, по заявлению наших энергетиков, Одесса весь день будет с электроэнергией, а стабилизационные отключения начнутся с 16.00 и продлятся до 22.00. Из-за больших проблем в Украине с электроэнергией уже в этом месяце цены на хлеб могут подняться на 10%, а в следующем месяце июле еще на 20%. Это так хитро нам рассказывают наши власти. На самом деле арифметика очень простая. В ближайшие два месяца цены на хлеб поднимутся на 30%, то есть на треть. За прошедшую неделю в украинских водоемах и на Черном море утонуло 23 человека, из них четверо детей. Курс валют в Одессе на утро 10 июня. Доллар покупка. 40 гривен 35 копеек. Продажа. 40 гривен 80 копеек. Евро покупка. 44 гривны 20 копеек. Продажа. 44 гривны 55 копеек. Курс криптовалют в биткоин 69 380 долларов. Эфир 3670 долларов. Сегодня по прогнозу наших синоптиков, которые даст Бог сбудется, в Одессе будет сухая и солнечная погода. Хотя с утра примерно в 4 часа начался дождь, который уже к половине пятого прекратился. Температура в течение дня будет от 21 до 26 градусов. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам, мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова